Сегодня речь пойдет о таком сегменте, как эндоскопия, то есть эндоскопы, для чего они нужны в авторемонте, какие они бывают, плюсы и минусы. Эндоскопы, в общем-то, можно использовать во всем автомобиле, начиная от двигателя, коробками, скрытыми полостями, как моторные работы, кузовные. Самое распространенное применение – это в моторах диагностика двигателя. Мы можем с помощью него обследовать камеру сгорания, выявить такие неисправности, как повышенный расход масла, износ цилиндра, в рабой прокладке головки блока. То есть эта вещь делается с помощью эндоскопа без разбора двигателя, полного или частичного. То есть очень полезно. Различия имеют они конструктивные, то есть аналоговые, цифровые. У нас здесь представлено три аналоговых, пять цифровых эндоскопов. Для демонстрации работы эндоскопов нам потребуется ноутбук, сами конкретные эндоскопы и скрытываемый двигатель. На примере двигателя мы покажем, какие вещи можно увидеть при помощи электронного эндоскопа, что нам это даст в процессе работы. Диагностировать мы будем цилиндропоршневую группу, самая, в общем-то, распространенная. Начнем с самого простого, аналогового эндоскопа, производства Тайвань. Он гибкий, подсветка осуществляется за счет батареек, без фиксации зонда. Ну и, соответственно, угловой обзор осуществляется при помощи линз зеркальных, зеркальных насадок. Вот. Минусы его. Не выдерживает температуру, слабое освещение, плохое качество картинки. Их можно увидеть очень мало, только силуэты. Диагностировать им практически ничего нельзя. Можно определить там, в труднодоступном месте, нахождение какого-то либо предмета. Там, увидеть какое-нибудь повреждение глобальное. Масло им увидеть на стенках цилиндров практически невозможно. Состояние, хоновую сетку цилиндров тоже невозможно. Следующий такой же эндоскоп оптоволоконный имеет отличие в том, что в диаметре зонда. Плюс этот зонт имеет хоть какую-то фиксацию положения. Все недостатки такие же, как у первого представителя данной группы. Подсветка тут от батареек двух и диодов. Соответственно, очень слабая. Ее иногда очень не хватает. Особенно в замасленных местах. Фиксация нужна для того, чтобы мы могли зонду придать какую-либо более оптимальную форму. И увидеть какое-то повреждение в труднодоступном месте. Следующий аналоговый эндоскоп. Это отечественный производитель эндоскоп. Полностью оптический, то есть жесткий. Имеет набор линз. Имеет фиксированный угловой обзор. Лучше качество картинки, чем у оптоволоконного эндоскопа. Один из его недостатков в том, что он жесткий. То есть угол доступа у него только по его длине. То есть он не гнется. Плюс к нему в комплекте должен быть осветитель. Что малоудобно. Галогеновый. То есть достаточно яркая подсветка. Но большой минус его в том, что он жесткий. И опять же нет фиксации. Фото, видео. Не можем представить, допустим, клиенту картинку с неисправностью. С помощью него можно диагностировать различные неисправности двигателя, катализатора. Но только в том случае, если имеется прямой доступ к объекту исследований. Из плюсов – хорошее качество картинки, хорошее регулируемое освещение, пылевлагозащищенность, выдерживает большие температуры. Недостатки этого эндоскопа в том, что он является жестким, хрупким, громоздким и дорогим. Эндоскоп цифрового типа Имеет экранчик Гибкий зонт Имеет фото-видео фиксацию USB Разъем Подсветку LED Угловой обзор осуществляется при помощи линз насадок. Данный эндоскоп имеет одну камеру с четырьмя диодными подсветками, которые регулируются с колесиком сбоку. Достаточно яркую. Сама камера не пыли-влагозащищенная. Боковой обзор осуществляется при помощи зеркала насадки. Улучшение камеры 640x480, но качества картинки недостаточно для того, чтобы более детально увидеть какие-то там повреждения. Для того, чтобы получить нормальное качество изображения, приходится часто прибегать к чистке зеркала, что усложняет процедуру диагностики, осмотра двигателя. Зонт гибкий, но фиксации положения у него нет. В комплектации у данного эндоскопа три угловых зеркальных насадки, карта памяти, щенок для подключения к компьютеру, аналоговый провод, палочки специальные для чистки камеры, салфеточки. Минус данной конструкции, чтобы получить более-менее качественное изображение, нужно правильно подобрать насадку угловую, часто ее чистить, потому что частички мусора очень сильно портят качество изображения. Для того, чтобы добиться хорошего качества картинки, надо очень часто пользоваться палочками чистящими. Отсутствует бензомаслостойкость самого зонда. Плюсы этого эндоскопа в компактности, мобильности. Сейчас мы заглянем в камеру сгорания двигателя. Сначала мы будем смотреть без угловой зеркальной насадки. Мы видим поршень. Дистанция фокусировки у этого эндоскопа не оптимальная. Видно только при сильном приближении камеры к поршню. Качество изображения приемлемое. Воспользуемся линзой. Как вы можете видеть, изображение с угловой зеркальной насадкой приемлемо. Однако мы, пока мы опускали зонт, на зеркало попали частички грязи. Конечно, они затрудняют осмотр. Постараемся увидеть клапана. К сожалению, из-за грязи на зеркале не очень хорошо видны. Попробуем почистить линзу. И повторим попытку еще раз. К сожалению, чистка не дала особого результата. Попробуем осмотреть стенку цилиндра. Из-за частиц на зеркале и малой дистанции фокусировки мне ее не видно. Следующий представитель электронных эндоскопов выглядит вот таким образом. Требует подключения к компьютеру, желательно ноутбуку. Комплектация довольно-таки простая. Входит в нее зонт, адаптер для подключения компьютера. На нем есть регулировка подсветки, фотофиксация кнопка и кнопка видеофиксации. Вот шнур для подключения к компьютеру. Диск с программным обеспечением и драйверами. Плюс в том, что он очень компактный. Зонт имеет фиксацию в заданном положении, допустим. Есть резьбовая часть для подсоединения зеркальных насадок. В общем-то очень просто и экономично. Камера имеет разрешение 640 на 480. Из минусов пыль и влага незащищенная корпус зонда. Для того, чтобы получить хорошее качество картинки, опять же, необходимо постоянно очистить зеркальную насадку. Сейчас мы приведем рабочее положение эндоскоп фирмы Panrico. Нам потребуется блок управления подсоединить зонт. И блок управления через мини-USB к компьютеру. Загорелся индикатор работы. Можем проверить подсветку. На компьютере надо открыть установленное приложение и можно его использовать. Запустив приложение на компьютере, мы можем увидеть, как работает камера. Делать фотоснимки и видеозапись. Заскоп у нас в рабочем положении. Теперь мы можем производить непосредственно проверку двигателя. Осмотрим камеру сгорания вначале безугловой зеркальной насадки. Качество изображения приемлемое. Дистанция фокусировки достаточно, чтобы все разглядеть. Сейчас мы видим поршень. Воспользуемся линзой. С линзой мы постараемся увидеть стенку цилиндра и клапана. Видно, что цилиндр поврежден. Видимо, в нем долго находилась вода. К сожалению, сразу пачкается зеркало. Заглянем в другой цилиндр. Менее поврежденная. Отчетливо видна хоновая сетка. Повреждения на цилиндре. Видны клапана. Но очень сильно мешает грязь на зеркале. Качество изображения не информативное. Далее у нас эндоскоп фирмы Ликота, состоящий из двух блоков. Блок управления с микрофоном, кнопкой фотофиксации и видеофиксации. Кабелем подключения к компьютеру, ноутбуку, нетбуку. Зонт этого эндоскопа представляет из себя сам зонт непосредственно диаметром 6 мм. Пылевлагозащищенный по классу IP65. Две подсветки. Одна боковая из них. И управление функциями. Боковая подсветка. Поворот изображения на экране монитора. И кнопка инфракрасной подсветки. В комплект его входит оптимальная линза с углом 110 градусов. Зеркальная. Крепится она путем наворачивания по резьбе. В комплекте имеется диск с программным обеспечением и драйверами. Инструкция по эксплуатации на русском языке. Данную комплектацию считаю оптимальной. Имеет набор всех необходимых функций, которые в дальнейшем мы вам продемонстрируем. Сейчас мы приведем в рабочее положение доску апликота. Берем блок управления. И подсоединяем штекер. Штекером зонта. Берем кабель USB. Подсоединяем к компьютеру. Загорается индикатор, то что он запитан. Снимаем защитный колпачок. С обратной стороны к клейсику включаем подсветку. Эндоскоп готов к работе. Включаем на компьютере приложение и смотрим работу эндоскопа. Он полностью готов к применению. Осмотрим эндоскопом лекота камеру сгорания. Вначале без угловой зеркальной насадки. Сразу видим оптимальное фокусное расстояние. Видно все издалека. Дистанция фокусировки также радует. Также этот эндоскоп оснащен инфракрасной подсветкой. Когда в цилиндре очень масляно, использование светодиодов приводит к бликам. ИК-подсветка позволяет при минимальной подсветке произвести осмотр. Сейчас постараюсь ее продемонстрировать. Ставлю основную подсветку на минимум и включаю инфракрасную. Как вы видите, изображение становится ярче, картинка не засвечивается. Однако из изображения получается с рывками. Лучше в таких случаях стараться зафиксировать зонд в необходимом положении. Воспользуемся угловой зеркальной насадкой. Сейчас вы можете наблюдать, что на поверхность зеркала попала грязь. В этом случае производитель предусмотрел специальную функцию. Воспользуемся ей. как вы видите изображение стало чистым и без грязи это единственный эндоскоп на российском рынке с такой функцией эта функция сильно облегчает процесс осмотра снова включу инфракрасную подсветку для демонстрации ее вместе с линзой изображение хорошего качества можно различить мельчайшие детали хорошо видно состояние клапанов и повреждения цилиндра не тратя время на очистку зеркала поместим зонт в другой цилиндр с меньшими повреждениями здесь мы видим клапана также хорошо видна прокладка головки блока хорошо видны повреждения цилиндров хорошо просматривается хоновая сетка в данной модели предусмотрена функция поворота изображения сейчас мы ее воспользуемся очень удобно если вам требуется повернуть изображение для удобства восприятия так ли не знаете в любом месте так ли не